добрый вечер дорогие друзья сегодня у нас тема клиповое мышление с точки зрения эзотерики беседуем с еленой палецкой футуролог парапсихолог медиум клиповое мышление интересная тема потому что опять у меня небольшой сбой прошу прощения я тебя слышу все нормально всем привет кстати клиповое мышление это термин последних десятилетий но написывает способ восприятия информации характерным для нового поколения то есть поток информации насколько сильно увеличился что получается что мозг не воспринимает такое количество информации как же с этим быть всем привет значит клиповое мышление да но вообще как бы получается что я как эзотерик до подразумеваю что под этим словом как бы клиповое мышление также точно как и общепринятое мнение присутствует набор какой-то короткой информации которая у нас запомнилась допустим да по видео по рекламе или по как это сказать ну по каким-то принципам и мы с точки зрения как бы начинаем уже так мыслить то есть вот этих короткие как бы кадры которые мы запоминаем даже по рекламным роликам они у нас потом работают как 25 кадр то есть то же самое короткие ролики вот эти вот которые сейчас на тик ток выставляет или где-то то есть если вы заметили длинное видео очень тяжело смотреть то есть не каждый там может часовое видео просмотреть полностью ну времени нет или еще чего то но в основе своей как бы отсутствует умение до воспринимать длительную информацию то есть у нас получается что клиповое мышление сейчас формирует как бы момент ну момент нашего развития маргарита ну в нынешнем потоке информации очень сложно не потеряться не заблудиться и мозг настраивается именно на получение таких скажем так клипов да то есть коротких текстов быстрой смены картинки поток информации настолько большой что иногда мозг просто перестает его воспринимать и ему сложно удержать большие объемы информации очень много народу не умеют скажем так уже воспринимать большие блоки текстов хочется все время пролистать дальше читать сложно поэтому есть я встречала например кому в яндекс дзене да что количество дочитываний текста до конца не соответствует количеству просмотров довольно таки затруднительно память перестает работать плохо запоминается в школе детям сложнее становится учиться что с этим делать на сегодняшний день довольно таки сложно с точки зрения эзотерики елена наверное все таки нас ориентирует что же делать что можно посоветовать тем кто хочет все как-то вернуть свою память к прежним объемом и запоминать больше информации ну что хотела сказать значит вообще как бы первично да я всем рекомендую читать книги да конечно я помешу вас нет времени у нас всех его нету и надо сказать я тоже как бы грешу в этом да то есть не всегда успеваю читать но мне как бы другой периода я пишу то есть те люди кто допустим сам не пишет так как вы не делаете большие тексты в голове какие-то да и вы не говорите как бы многословно например как я да то есть вас нет такой тренировки где вы можете например да взять и прочитав там три страницы потом вообще-то ну четко сказать что вы там прочитали то есть если у вас такого нету то со временем то есть объем памяти который воспринимает такие тексты у вас сузится до клипового мышления то есть вы будете мыслить категориями рекламных роликов все это видео да там почему хорошо читать именно для начала да как бы чем вы практикуете свои вы практикуете свою визуализацию потому что когда вы читаете вы должны что-то представлять себе и уровень визуализации вашей как бы тренировка именно идет с чтения то есть хорошо когда есть иллюстрации они вам дополнит визуализации вы сможете гармонично читая произведения допустим четко визуализирует сам процесс того что вы читаете да вот вспомните себя в детстве когда вы читали у нас не было в наше время да я там я 70-го года в наше время не было такого объема информации мы все брали из книг и у людей совершенно другое было мышление то есть тексты если вспомнить какие конспекты нам задавали и чему учили да там но сейчас я думаю что это очень сложно я кстати тоже всем советую у кого дети я так тоже делала со своими детьми во первых заводить дневник для чтения с первого класса и там определять поминутно построчно постранично сколько ребенок читает ставить оценку принципе вы можете таким образом а с учителем договориться чтобы учитель тоже поощрял вашего ребенка да как бы первое и второе вы можете для себя тоже такой сделать момент да как бы когда вы что-то читаете и у вас ну немножечко делаете изложение для себя того что вы читаете то есть если вы хотя бы с приблизительно сможете перевести на свой текст то есть сейчас секундочку прорывается с боем животное названием кошка вот то есть если вы сможете сделать изложение да как бы недаром их школе пишут всегда да там или типа сочинение на тему да ты вот таким образом сможете значит уже это запомнить через свое восприятие мы же всю информацию воспринимаем субъективно и когда мы допустим что-то прочитали мы все равно прочитали это поняли на свой лад да и вот эта информация которую поняли на свой лад это уже идет нам в опыт если это практическое то мы применяем и у нас уже это закладывается как основу нашей жизни до стержень какой то то есть если вы допустим берете у вас дети учатся я советую вот уже также чтобы они пересказы делали какие-то и для вас тоже может быть даже конспект вот я всем своим клиентам рекомендую как бы что я всем своим клиентам рекомендую всегда делать какие-то конспекты своих мыслей если что-то у вас там промежутках между сеансами происходит какие сны снились и так далее даже то что вы будете регулярно записывать какие-то сны которые вам снятся на вам это даст возможность восприятия и формирование вашей жизни то есть потом это тренирует память представьте вы проснулись и нужно вспомнить ну бывает сложно да бывает мы торопимся куда-то там или нас резко будет и соответственно сон ускользает но хотя бы ощущение сна да там а вот это надо запоминать то есть вот это вот умение читать да и поглощать тексты и брать оттуда нужную информацию а вы будете каждый раз читая книгу брать ту информацию которая вам нужна на сегодняшний момент так же как вы смотрите видео с нашими участием с моим участием там или с кем-то да каждый раз я знаю что люди мне рассказывают многие что сегодня вот прослушал одно понял поняла в другой раз это же видео человек включает другое что-то понял что первый раз не заметил то есть я допустим даю информацию если вы обратили как бы раз расширенную то есть начиная с одного как бы весь разговор идет потом закладывается другое третье четвертое и попутно мы отвечаем на вопросы людей которые всегда есть да и за счет этого появляется такая мозаика до восприятия этой темы и люди которые слушают допустим меня у вас я закладываю определенное мозаичное восприятие то есть при при вашем субъективным даже мнение о том что вы от меня получили вы будете все равно иметь расширенное восприятие этой темы на это у вас откроется что у вас уйдут блоки энергетические которые вам еще со школы ставили да и вы начнете воспринимать эту информацию более гармонично уже даже от других вот еще тоже есть практика очень хорошая это я поняла по принципу когда стал изучать книгу то тогда читать и надо сказать мой бывший муж тоже очень сложно пишет его текст они просто супер эзотерические там можно над одним предложением долго думать я все время думала как популяризацию как популяризировать вот эту тему в принципе я сейчас этим и занимаюсь что я в принципе как бы да я давно уже не отошла от того что было со мной кого в прошлом и те книги я как бы не читал в полном объеме да но у меня как бы есть способность заходить в информационное поле и брать информацию и даже когда я читаю там книгу то то я специально прочитывал свое время тренируя свои мозги сложные тексты да вот эти вот и благодаря этому у меня потом уже приходило понимание более простых текстов то есть если вы хотите чтобы ваше сознание стало развиваться начните читать какие-то труды гома это георгий мотович мебиус да лекции у него есть книга тот тоже до 40 лекций это великий арку аркана таро вот ашмакова владимира на как бы вот даже могу показать что все понимали о чем речь это издательство софия который вот это то что сделано было с пленок который мы свое время далее недобросовестной нашей ученицы она вот передала их воздательство и сейчас эта книга уже большущими тиражами разошлась то есть с одной стороны как бы популяризация да это хорошо вот то как я вот все объясняю доходчиво входя в сознание каждого и вы все это понимаете но для тренировки вашего мышления я бы все-таки советую и сознательно сознательной части а начинать с каких-то сложных текстов которые вам бы помогли быть более что ли то есть поняв сложное хоть как то вы начнете понимать более простое то есть вот даже например я сейчас пишу статьи как журналист да я столкнулся такой тенденции что говорить на свои темы писать на свои темы да и говорить там писать про себя что-то там ежедневник да это для меня вообще вот раз и все это ну просто еще по щелчку то есть я взяла сделала да там ну те типа время когда есть но когда я сталкиваюсь с тем вот как вчера да у нас было событие в городе я хотела написать статью не просто короткий пост а ну нормальную какую-то журналистскую работу да такую начальную да как начинающая считаю что начинающий журналист наш у меня старые статьи я их не считаю как таковые да я столкнулась с тем что я написала четыре слова я в тройке была абсолютно да меня там отвлекали там много народа каких-то было то есть туда-сюда там мне звонили я кому-то отвечала писала но у меня просто это не получилось с разбега как я это делаю свое то есть если свой пост я пишу я сосредоточилась на себе проанализировала свой день и сделала выписку того что надо да там без подробностей как бы какие-то вещи естественно пускаю особенно личную жизнь то здесь как бы получается совсем другое это касается других людей тут нужно знать какие-то именно и здесь ты попадаешь другую фазу уже да то есть это нужно с кем-то ну как это как-то более расширенно писать то есть это уже другой тип работы понимаете как мышление и я например сейчас осваиваю вот этот момент да чтобы не просто там писать какие-то эзотерические вот статьи а именно обычные ситуационные там как блогер нашего города даже да параллельно освещая что у нас городе происходит то есть вот такая тенденция интересная заметилась мною да так как я со своей головой постоянно работаю да и со своими мыслями да я постоянно контролирую где что подумала где что отпустила как сматериализовалась что надо скорректировать почему это получилось это не получилось то есть я всегда работаю с визуализациями с отработками и прочее по своей системе я полностью живу я ее рекомендую людям но именно допустим написание каких-то книг и статей это немножко другое чем допустим посты ежедневные на которые мы в принципе свернули свое мышление что такое пост это по сути клиповое мышление если вы напишите длинный пост его читать мало кто будет то есть дочитывать до середины опять же нужна грамотность то есть вначале вы пишете облегченный вариант дальше вы делаете интересное что то чтобы людям было интересно дочитать до конца это как бы да это сложно почему вот между прочим у нас в эзотерике много людей да кто работает но мало кто пишет практически либо пишут повторяя кого-то то есть вот таких вот перлов как бы кто действительно что то вот каждый день может выдавать очень мало этого и принципе не каждый будет читать то что кто-то пишет согласитесь сейчас еще тенденция до маргарит вот скажи сейчас такая тенденция что люди заострены на себе вы обратили внимание инстаграм да там каждый позиционирует себя вот допустим если возьмете мой инстаграм я позиционирую людей с кем я работаю да кого я приветствую кого я поддерживаю да и себя соответственно или какие-то на моменты допустим меня порадовавшие я тоже делаю репосты обязательно но практически я в основе своей через свои аккаунты пропускаю только тех кого я поддерживаю это опять же работает клиповое мышление для меня да а чтобы эти люди всегда были со мной на связи чтобы я как бы могла постоянно думать в их русло то что надо для их продвижения если вы допустим делаете перепосты от фонаря того что понравился или просто вы должны ну как бы делать тоже это грамотно потому что во первых по страницам понимают люди кто что есть кто да вы тоже должны это понимать во вторых как бы перепосты делая которые вам понравились вы развиваете тех людей кто что-то делает для вас пишет это плюс большой для тех людей для вас то есть как поддержка и у вас это уже будет да вы как бы для себя вот этот кусочек клипа какого-то зафиксировали но это опять же клиповое мышление вот эти посты небольшие тексты да как бы небольшие тексты которые легко воспринимаются их человек там быстро прочитал маргарит но наряду с минусами у клипового мышления оказывается есть и плюсы это один из плюсов развивает многозадачность что в наше время быстрое востребовано бывает часто дальше защищает мозг от информационной перегрузки и ускоряет реакцию на что не всегда способны те кто как разделил известный британский футуролог джеймс мартин он при появлении интернета разделил людей на два типа первый тип это люди книги которые получают информацию о чтении книг и у них продолжительное мышление и второй тип это люди экрана у них как раз клиповое мышление преимущество последних он отметил что они обладают скоростным откликом быстрее реагируют на любые стимулы и изменения это да есть такое но я же призываю не к одному какому-то мышлению все-таки у нас публика образованная да на нас на наш в наш центр как говорится заходит слушает я призываю я призываю все таки к как это сказать я призываю все таки к разностороннему развитию да то есть у вас клиповое мышление вы это заметили то есть если у вас клиповое мышление извиняюсь видимо нужно соблюдать какой-то баланс да и да то есть нужен баланс если у вас клиповое мышление то есть вы воспринимаете быстро вот это все у вас быстрота скорость реакции присутствует да при чтении такого короткого текста то вам надо параллельно тренировать себя в книжном мышлении то есть почему я призываю читать но сделайте звукоряд читайте там по три странице очень тяжело читать я вам по себе скажу я сейчас читаю дневник екатерины медичи хорошая кстати книга всем рекомендую я и второй раз перечитываю мне очень нравится там заход именно в состояние того времени шикарная и в принципе она не такая страшная как оказалось да вот на самом деле там есть принцип почему она так действовала в то время и я вам скажу что вот я ее читал читала вот я половину прочитала было у меня время прямо активно и я вам скажу что в какой-то момент времени вот сейчас у меня я уже с собой везде кладу таскаю думаю поем сейчас почитаю но нет у нас же выборы там ну не выборы но у нас какие-то события происходят и мне надо где-то в чем-то участвовать соответственно я не успеваю и так эта книга у меня везде значит со мной крутится пол пол книги я прочитал пол нет потому что просто не хватает времени потому что у меня насыщенный график жизни и я как бы не успеваю понимаете маргарит ну да я сама заметила что сейчас очень сложно сосредоточиться на одной книге и дочитать ее до конца потому что очень много отвлекающих моментов представляю как тяжело детям в этой обстановке это нас учили с детства читать книги у нас кроме книг особо никаких развлечений не было поэтому мы много читали перечитывали обдумывали сейчас это гораздо сложнее даже нам что делать детям в ситуации это тоже тем вообще загруз вот я смотри у мои когда учились это вообще фишка мои учились мой 92 в 99 он школу пошел старший да еще тогда была другая школа я скажу младшая у меня 97 года она пошла в 2003 в первый класс там уже вот этот зачин который сейчас начинался и я обратила внимание она нужной информации я ничего не могу сказать понимаешь но есть дети которые именно логически развиваются а есть дети которые экстрасенсорные а сейчас в основе своей кстати именно дети рождаются кристаллические экстрасенсорного ряда то есть они не воспринимают логическую информацию а учителя дают материал логическую логически то есть ты должен это знать и все потому что у меня у меня допустим старший логик а младшая она более творческий человек как бы экстрасенс до такой и вы наверное тоже по своим детям замечали что это присутствует да как бы ну такая фишка вот поэтому к чему я и говорю что если вы замечаете что у вас ребенок один тип мышления имеет старайтесь развивать в другом да как бы если человечек экстрасенсорный творческий гуманитарий такой немножечко все равно в логическом мышлении развиваете то есть элементарно даже разговор общения элементарно даже разговор общения как бы может дать ребенку больше чем полученный материал в школе потому что в школе запомните в школе вам дают материал который взят откуда-то он много раз читался рисайте до вашего ребенка еще другим классом учитель уже устал от этого материала обновления у него учителя нет то есть учитель гонит один и тот же материал и соответственно закладка фундамента вашего ребенка она идет от у с усталостью этого учителя и материал по сути ложится вашим детям в головы с отрицанием по сути учителем иногда своего пути особенно если человек не предназначен для педагогической деятельности и ребенок начинает автоматически оторгать этого учителя информацию наверно многие это замечали и я призываю вот тоже если вы заметили своих детей подобное дополнительно я конечно конечно мы все заняты но дополнительно развивайте как бы ребенка объясняйте ему этот принцип почему он не понимает так у меня кстати как-то на сеансе была девочка мои клиент квиренки да ну так и с электростали давнишней каренка там лет пять назад была я как раз ей все предсказала у нее сбылось вот она ко мне пришла с девочкой девочка лет 9 по моему вот это экстрасенс понимаете она все на ощущениях она зашла в офис замерла стала ощущать понимаете то есть она со мной разговаривает и ощущает энергию моего голоса как я говорю я начала разговаривать с ней уже как она чего видит и первое что я сказала а там вопрос стоял что она не слышит учителя ей не пойду ей она не уважительно относится к учителю я искал послушай ты тебе скучно да ты вот этот материал знаешь представьте они приходят эти дети сегодня рождаясь на земле они уже многие этот материал знают потому что они проходили его в прошлых реинкарнациях тем или иным образом и уже эта закладка этого материала есть писать а ребенку надо заново это все проходить она там в четвертом классе и уже это не интересно и она знает на каком-то своем уровне и а учитель требует вот таким путем и соответственно мне ребенок просто грубо сказал в адрес этого учителя что но она просто там такая сика а пятая не мазаная я грипаешь так нельзя про учителей я и начала объяснять почему учитель так думает я грипа наш учитель она старше тебя у нее другое немножко мышление и то есть вы должны объяснить почему учитель так объясняет материал и тут я объяснила девочки говорят и просто слушаешь ее и ты понимаешь что ты это знаешь и ты перестаешь уважать учителя потому что она гонит материал который тебе не интересен а горьда я и объяснила понимаешь существует программа если ты это знаешь другие не знают и твое допустим нехорошее отношение к учителю может таким образом те тоже повредить в общем тут понятие идет работа с сознанием ребенка и вы как бы закладываете понимание прежде всего понимание то есть ваша задача понять самое важное в нашей жизни это понимание если ваши дети допустим как бы если нет понимания то она вы нигде его не возьмете как только заканчивается понимание заканчивается отношение понимание оно должно быть на интуитивном уровне то есть вы на интуитивном уровне отдаете материал ребенку или с кем вы общаетесь или взрослым и возникает понимание связь между людьми то есть я даю материал сейчас я понимаю ваши вопросы интуитивные да при те даже кто будет смотреть эти передачи и я заранее закладываю смысл понимания того что человек послушав меня развернется, и у него пойдет что-то в лучшую сторону. Маргарит? Ну вот, в некоторых странах клиповое мышление считается как отрицательная черта характера, и даже лечит медикаментозно. Но есть несколько способов, как научить сосредотачиваться. Например, один из способов – это вообще день отдыха от информации. То есть в этот день нельзя ничего смотреть или читать. Можно писать, рисовать, общаться лично, оффлайн, так называемый. И в эти дни важно следить за способом поглощения информации. Например, не судорожно переключать какие-либо каналы, читать краткие материалы, а взять просто какую-либо книгу и пытаться на ней сосредоточиться, все время контролируя те моменты, когда ты отвлекаешься. Можно так лечить. Можно для детей, например, в школе, они же там тоже клиповую информацию получают. У нас сейчас, к сожалению, такой вариант, как дискуссия в школе на уроке, насколько я представляю, отсутствует. А раньше очень активно нас, скажем так, противопоставляли, допустим, две группы в классе, да, и одни пытались доказать что-то другим, приводя свои аргументы. Сейчас этого нет. Это как раз развивает неклиповое мышление, как один из... Да, да, когда люди разговаривают. Сейчас разучились разговаривать на самом деле, это очень плохо. Ну, сейчас легче написать, чем разговаривать. Я замечала, что люди активно пишутся. Я тоже со скоростью могу написать любое сообщение, причем я это делаю очень быстро, да. Все поражаются, кто это видит. Но при этом я абсолютно точно так же могу и говорить, как и писать, да. Но я это в себе развиваю, соответственно, да, как бы. Вот, если, допустим... Я считаю вообще, как бы у нас во многих странах, ну, как бы любые есть перегибы относительно воспитания. Те же гиперактивные дети, их сажают иногда на антидепрессанты. Это вообще невозможно, потому что это будет ребенок-овощь потом. То есть, или, допустим, есть такое понятие, я сейчас скажу, напомни мне, как это... Когда человек не воспринимает большие тексты, а ему легче смотреть фильмы и запоминать материал. Забыла, как называется. Ну, это те, которые вот комиксы любят читать. На Д называется это сейчас... Как же... Ну, в общем, не помню сейчас название. Ну, в общем, это, в принципе, уже признано, что такое есть. Это как раз уровень мышления клипового. То есть, это, ну, экстрасенсорно развитые люди бывают, которые именно мыслят категориями ощущений. Когда люди смотрят фильм, они, допустим, или рекламу, они прежде всего считывают ощущения, а потом уже идет информационная закладка. Насчет, кстати, телевизора тоже. Вот это переключение каналов, ты сказал, я вспомнила. Замечали такое интересное качество? Садитесь за телевизор, допустим, особенно, когда вы расслабляетесь, и начинаете листать каналы. Ну, я уж молчу про то, что там ничего нет толком, кроме каких-то определенных интересных передач иногда, да? Вот. Я даже телевизор сейчас не включаю. Я смотрю все в интернете. Но я вам скажу одну вещь, что потом вдруг наступает момент, когда вы это делаете... Начинаете, если вы это делаете механически, то вы начинаете уже под влияние попадать каналов, потому что там тоже есть влияние, да? И у вас просто вот это вот переключение идет постоянно. Я тоже один раз так поймала себя на этом, когда раньше смотрела телевизор, и новости оттуда, как говорится, иногда брала, да? Я обратила внимание, что это работает. То есть ты начинаешь искать что-то интересное, и автоматом зависаешь на той или иной передачке. Кусок послушал, пошел дальше. То же самое, что мы делаем, когда просматриваем страницы, да? Там ленту мы просматриваем, и мы даже не запоминаем, что мы просматриваем абсолютно. То есть я вообще советую, если вы имеете как бы ленту, там много друзей у нас у каждого, я вот там, где мне нужен материал, и я на это ставлю значок подписаться, ну, чтобы уведомлением было. Ну, прямо скажем, конечно, это приходит, у меня очень много уведомлений, мне звук приходится отключать, особенно ночью, но я советую вам тогда таким образом делать, тогда вам будет приходить уведомление о какой-то группе, которая вам интересна, да? То есть вы как бы помимо подписаться на группу, нажимаете колокольчик, как вот у нас на радио Сангейтс, тоже есть как на моем Ютубе, да, там, вот, и вам будет приходить уведомление там, что, допустим, сейчас будет такая-то передача, или то-то, или сё-то, или такой-то блогер вас интересует. Вот. В Фейсбуке тоже, по-моему, как бы там это есть, но в Фейсбуке там это не так как-то работает, я немножко ту систему плохо знаю, но в любом случае вот как бы это работает, то есть вы смотрите ту информацию или тех людей, которые вам необходимы. То есть вот это очень важно. Маргарит? У нас многие исследователи, скажем так, пытаются всё-таки каким-то образом, наверное, бороться с этим клиповым мышлением, и вот, например, есть методика, разработанная кандидатом физико-математических наук Ястребовой для развития собственного мышления, которая предполагает, первое, анализировать, а именно исследовать проблему, второе, структурировать, находить отдельные элементы видимого явления, процесса, ситуации, дальше систематизировать, отслеживая взаимосвязи элементов, синтезировать, пытаясь увидеть единую картину во взаимодействии, и последнее, анализировать, оценивая полученный результат. Суть-то в том, что при клиповом мышлении человек получает разрозненную информацию, и он её не может воспринять в общем, то есть он её в конце концов не может отследить взаимосвязи полученных элементов. Вот есть такая методика, анализируй, структурируй, систематизируй, синтезируй и опять анализируй. То есть тогда, видимо, у человека мозг перестраивается всё-таки, с клипового на более такое вдумчивое отношение к информации. Ты знаешь, да, можно так, да. Ну, я вообще тоже обратила внимание, как вот у меня, как работа происходит. Я тут точечно выхожу на ту информацию, которая мне нужна. Я использую как бы экстрасенсорное видение. То есть, ну, я вот из всех клипов, которые мне приходят, то есть мне не приходит просто так информация. Я себя так уже поставила, что мне приходит информация всегда по делу. И как бы для меня любая информация, она символична. Поэтому мне просто так ничего не приходит. Я включаю телевизор на определенной программе, которая вдруг выдает какой-то вопрос. Я, допустим, включаю какой-то канал тоже, потому что вдруг мне эта тема нужна. То есть если вы ставите себя в такую позицию, как я себя ставлю, что как бы вам приходит только степень нужности какой-то, то тогда вам будет приходить по вашим вопросам информация. Да, если я работаю с каким-то человеком и собираю про него информацию, допустим, ну, как бы работаю в комментариях с ним, в его аккаунтах или еще где-то, то автоматически информацию об этом человеке или о другом, с кем я работаю, я мгновенно могу собирать по всему интернету, как некая аналитическая программа. Да, это занимает определенное время, но я все равно это делаю, у меня это присутствует, то есть я это умею. У меня были даже случаи, когда я выходила в группу, где там мне кто-то писал плохой комментарий, в момент, когда человек написал про меня, я мгновенно выходила вдруг в эту группу, именно отвечала и попадала на этот комментарий. И мне человек говорит, ты что, в сети сидишь постоянно? Я говорю, нет, я просто почувствовала, что ты написала, и я вышла. Представляете, реакция. Такая же способность, допустим, бывает, когда человек попадает в нужное время, в нужное место. То есть это тоже определенный навык нужен. То есть вы как бы, навык этот идет от того, что все в жизни не случайно. Вы делаете принцип для себя прежде всего, чтобы не тратить время зря, что любая информация вам приходящая, она для чего-то. Как только вы себе ставите такую задачу, у вас все, что к вам приходит, приходит не просто так. Вы не будете уже читать всю ленту, вы выборочно будете тыкать ту информацию, как бы собирать ту информацию, которая вам необходима, или читать того автора, который вас интересует. И это даст вам направленность, направленность в восприятии информации и умение с клипа умышления переходить на книжное, как бы поглощая ту информацию, которая нужна иногда из книг. Да, Маргарит? Я себя в последнее время, в последние годы ловлю на том же самом, что даже если у меня в голове возник какой-то вопрос, я буквально в ближайшее время нахожу на него ответ. Мне такое ощущение, что мне прям специально подкидывают информацию, ролики, тексты с ответами на эти вопросы. Очень часто себя ловлю на этой мысли. Нет, это нормально. Это естественно то, о чем я сейчас сказала. То есть если у человека развивается экстрасенсорное восприятие мира, то мы уже развиваемся по-другому, по символам. И, соответственно, тот или иной символ, он может нам приходить та или иная информация для чего-то. То есть можно назвать это мышление, когда люди специфически работают с кем-то. Например, мы экстрасенсы, парапсихологи, мы же с определенной информацией работаем. То есть, допустим, я раньше больше озадачивалась как целитель. Но сейчас так целитель, экстрасенс, парапсихолог, гадалка, предсказатель, футуролог. То есть я как бы раньше так озадачивалась. Сейчас я уже озадачиваю себя принятием информации, работая, допустим, со стихиями, как шаман славянский. Следующий момент я начинаю развиваться, смотрите, как журналист. Еще один совершенно другой спектр мозаики в сознании. И еще один момент – это, допустим, аналитика, как бы сбор информации какой-либо. Это совсем другое. То есть это уже ты работаешь с информационным полем в интернете, с комментариями, плюс ментально. То есть это соединение двух практик, обычная работа аналитика, кто с соцсетями и так далее работает, и плюс еще экстрасенсорное воздействие. И следующий момент сейчас, да, вот я вчера разговаривала с человеком в тройке, что мы эту тему как бы немножко затронули. И я тоже сказала, что я сейчас говорю, все то же самое, что я делала в плюс, я также учусь делать и в минус. Потому что, ну, как бы быть добрым полицейским – это хорошо, но иногда надо быть и злым полицейским для кого-то. И вот здесь возникает вопрос, а как это? Вот это, кстати, тоже непросто. Причем не просто напасть, а именно в защиту себя и того окружения, которое тебя надо защищать. То есть применение уже боевых практик в экстрасенсорике, как бы, да, бесконтактных, боевых, ментальных – это еще один уровень, представляете, мышления, который практически как бы может менять структурированную структуру физического плана, да, делать нарушения на уровне мысли кому-либо, да, если человек на вас посигнул, то есть… или люди. Поэтому здесь работа сознания, то есть почему я говорю, иерархичность важна. Вот, между прочим, опять я выставила пост там, заряжаю неделю на позитив, и, как ни странно, в дружеской группе там вылезла опять эта, как говорится, тетенька, да, которая там младше меня лет на 20, да, и вот мне человек начинает там, она три карты может раскладывать и что-то там кому-то говорить. Но амбиции там, я вам скажу, побольше, чем у Ванги. Вот, и это страшно. Представляете, у человека там какое-то свое мышление сформировалось, сидит она на своей кухне, и вот она эти карты кому-то раскладывает. Она набирает на себя негатив, представляете, да, плюс она собирает информацию с таких, как, допустим, кто-то к ней ходит. Неизвестно, куда она ее сливает, поверьте, потому что если человек, допустим, в нашей области, специалист, который зарекомендованный, который давно работает на рынке этих услуг, если мы работаем с информацией, понимаете, представьте, сколько людей мне чего рассказывает, я практически эту информацию никому не выношу. А у вас нет гарантии, что эта кухонная гадалка не вынесет там по всему городу, что вы ей там расскажете. Это, кстати, к электростальцам, кто к такой тетеньке ходит. Осторожнее с этим. Вот. И неизвестно, как кто воспользуется тем, что она вам там увидит, понимаете, да. Опасность в этом тоже есть. И очень серьезно, я вам 100% скажу, потому что вы должны понимать, к кому вы приходите, что о вас врач или специалист в эзотерике будет брать информацию, и куда она потом вынесется. То есть, да, потому что у серьезных специалистов существуют тайные исповеди. И мне неоднократно, как бы еще в прошлые времена, сейчас ко мне с этим не обращаются, с полицией, да, там обращались, там нужны были, я работаю с блатными иногда, да, и меня спрашивали про серьезных людей, я говорила, нет, я информацию не могу дать. Люди ко мне приходят с людскими проблемами, а всю производственную проблему я не говорю, то есть я не лезу сама, и я никогда не выкладываю. А когда вы к кому-то приходите, и, соответственно, бывает случай, я просто знаю, да, из людей, кто попадал так, люди потом говорили, что, да, вот они приходили, и информация была неправильно использована. Поэтому здесь на самом деле действительно вы должны серьезно относиться к кому вы как ходите, и какую вы информацию о себе вы даете, понимаете, да, и какую информацию с вас могут считывать. Вот, поэтому я вот тоже как бы диалог имела вчера в комментариях с этой тетенькой, назовем ее так, и я ей сказала, когда она меня там нахамила, я сказала, слушай, говорю, я с 89-го года в эзотерике, с 89-го года. У меня такая школа, которая практически мало у кого есть. И я говорю, послушай, говорю, ты просто, говорю, должна соблюдать правила поведения, понимаете, да? То есть правила поведения, если вы, допустим, у кого-то занимаетесь, или как-то кто-то для вас учитель, и вы берете материал у человека, то вы должны уважать эту позицию. Соблюдение иерархии, то, что сейчас отсутствует. Это я к тому, опять же, говорю, что когда ваши дети ходят в школу, вы все равно, какой бы учитель идиот не был, давайте так, откровенно, они бывают разные, но в основе своей там очень многие нормальные, да, и хорошие, учите прежде всего уважению. Уважению, что человек для нее или для него старается, чтобы это было, понимаете, преемственность поколений. Маргарита? К сожалению, в наше время уважение к учителю, которое было у нас, отсутствует. И как это вернуть, это очень сложно. Поэтому родители, во-первых, сами неуважительно относятся к учителям, считают, что они оказывают услуги, значит, все. А если родители не уважают, естественно, дети тоже не будут уважать. Это сложно. Давай, Елена, тут несколько вопросов, ответим, и, наверное, на сегодня мы закончим разговор. Если будет кому-то интересно, они могут писать нам на электронную почту вопросы, будем делать специальные программы с ответами на эти вопросы, да? У нас Елена Логинова, ну, это не вопрос, она когда-то разговаривала, говорила про книгу «Тота», она рекомендует Григория Гробового. Россияне ее очень умиляют, и она задает вопрос, нет пророков в своем Отечестве? Как ты относишься? Насчет Гробового скажу, я против Гриши Гробового ничего против не имею, как бы существует коллегиальная этика, но я считаю, что он не туда полез и не то стал говорить. То есть следить за базаром, как говорится, его, наверное, не учили, и он из-за этого получил определенные проблемы. То есть создавать партию, которую он создал, и как бы действовать на таком глупом уровне, ну, прямо вам скажу это. То есть если уж создавать партию с такими людьми, кто этим занимается, ну, не так, как он это сделал. Это первое. Второе, нет, не то, что нет пророка, это, естественно, у нас пророков всегда в Отечестве нет, это же понятное дело. У нас всегда как бы все смотрят куда-то туда, за границу или куда-то, вот там у нас учителя, а тут так. Это специфика российского мышления давнишнего. Но я не считаю гробового пророком. То есть я считаю, что это человек с определенно ограниченным восприятием, который просто научился очень много, у него есть способности, несомненно, но он, опять же, их неправильно использовал. А проблема, опять же, как вот у той тетеньки, с которой я говорила в комментариях, большие амбиции. То есть изначально, когда в этом направлении человек с короной, а у гробового корона была, понимаете, он хотел стать выше всех в этой области, изначально начинаются проблемы, понимаете. Вот они у него начались. Я не читала гробового. Я просто как раз видела косяки, которые у него получились. Я не считаю, что его подставили. Я считаю, что он просто сделал несколько неверных шахматных партий. Вот и все. Он неправильно сыграл. Вот и все. И рокировку ему уже невозможно будет сделать. То есть вернуться в то русло, из которого он соскочил, он не сможет. Он нарушил определенные заповеди в эзотерике, которые практически нарушать нельзя. То есть, опять же, это подача информации. Маргарита. У нас Нонна спрашивает, когда ты говорила про то, что тебе приходит информация именно нужная, она пишет, вот бы научиться этому, как себя тренировать. Ну, здесь как бы год тренировки, сами знаете, это первое. Второе, как бы я даю систему на сеансах, которая вам позволит так работать со своей головой. Но нужно же работать. Понимаете, в основе своего мышления, если вы обратите внимание, оно расползающееся. Можете ли вы точно сосредотачиваться на каких-то аспектах больше пяти минут? Обратите на это внимание. Если вам уже это сложно, и вас расколбашивают разные мысли, начиная с борща, с бульона, на кастрюле, стоящей на огне, и, допустим, стирка и прочее, да, и все, значит, вы уже не собраны. То есть, нужно уметь собирать себя, как бы, да, в ту точку, где вы можете, как бы, таким образом работать с информацией. Опять же, задается вопрос, зачем? То есть, я, например, работаю с этим, да, там, я именно заточена на ту информацию, например, на ту информацию, которую мне нужно выдать, допустим, людям. Сейчас я делаю новые практики какие-то, да, в своей жизни, совмещая многое, да, но это, опять же, больше с ясновидением связано. То есть, опять же, тут тоже грамотный подход нужен. То есть, для начала вам, в принципе, нужно иметь мою систему в голове, хотя бы на уровне сеансов, да, как я работаю, а потом уже вы начнете развиваться, потому что после меня люди, грамотно, именно имея мою систему в голове, грамотно развиваются по той же схеме, как делаю я, понимаете, да. Юлия пишет, в последнее время заметила, что в соцсетях, не дочитывая большие посты, для меня достаточно прочитать половину текста, и все уже понятно. И дальше... Это говорит... Сейчас, сейчас. Или это уже звоночки, что надо улучшать память. Елена, как вы считаете? Ну, во-первых, я считаю, что если вы уж начали читать, дочитайте, потому что вам понятно стало из первой части, а во вторую может быть какой-то вывод. Ведь как текст формируется? Сначала человек пишет события, а потом делается вывод, ну, по логике, как бы, как вот я пишу, да. То есть я обязательно подытоживаю что-то, да. Не просто перечисление фактов, стало, пошло, сделало. Нет, а именно вывод. Из какого-то события. Вот, поэтому здесь вы делаете ошибку. Я советую дочитать. И посмотрите, если вы читаете этих авторов, и у вас идет момент дочитывания поста, то в какой-то момент времени вы, значит, ну, будете понимать полностью текст, потому что все-таки человек пишет, да, смотрите. Человек закладывает туда энергию. Помимо слов и букв, да, то есть вязи рунической русского алфавита или американского, или еще какого-то, вы закладываете в себя смысл. Смысл, который заложил человек подтекстно в это. И читая статью, допустим, какую-то, вы читаете смысл этого. Ну, действительно, сейчас большие статьи писать трудно, потому что таких вот книжных червей достаточно все меньше и меньше. Опять же, клиповое мышление побеждает книжный, я заметила, да. Надо тренировать. Тренируйтесь дочитыванием для начала постов до конца и делайте вывод из прочитанного, что вы поняли. Если вы не будете делать вывод из прочитанного, то у вас не сложится понятие, которое дает этот текст, и вы не будете понимать связи, а зачем вообще это читали. Поняли? Да, нет аналитики, аналитики, невозможно это систематизировать и получить общую картину, да, о том, о чем хотел донести автор в этой информации. Конечно, да. Это как, знаешь, бывает, сейчас скажу пять секунд, бывает момент, ко мне иногда приходит или звонит, разговаривает, начитанные очень много люди в эзотерике. Ну, вообще, вот прям вот, ну, человек прошел там чуть ли не все книги, где-то занималась там и так далее. И когда я начала, как-то звонила, сейчас вот такие не звонят, слава богам, а тоже звонила эта женщина, она мне начала уточнять, как бы хотела на сеанс. Я ей сказала, я уже поняла, что это за человек, и я ей сказала, вы знаете, у меня на сеансе вы будете сидеть и слушать, что я вам говорю. Если, говорю, не нравится, встала, вышла, ушла, все. Она так говорит, а если я, допустим, вот она, я начала, говорит, я это уже знаю. Я говорю, вы откуда это знаете? Вот я там-то прочитала. Я говорю, тогда зачем вы звоните мне? То есть, понимаешь, как бы идеальных знаний, которые бы она не знала, может не быть, потому что они все чем-то схожи. И уже чувствуя знакомую нотку, даже не дослушивая меня, она начинает сравнивать то, что я даю, с кем-то еще. И в итоге у нее сформировано мышление такое, понимаешь, что она это уже читала, потому что похожесть практик, она везде присутствует, то есть, согласись. И получается, я столкнулась с тем, что вот такие тоже люди есть. И когда ко мне такие люди приходят, особенно имеющие какую-то систему, я просто четко, как говорится, понимаю, что по моей системе этот человек не будет работать. И у таких людей ничего не меняется. То есть, обладая таким кораблем знаний, представляете, набранным, хрен знает откуда, ну, неизвестно, зная откуда, вы поняли, да, человек в итоге сидит на этом фундаменте и не может развернуть в практическом применении себя. Она же мне звонила, а как вот мне практически вот это все делать. Я говорю, вам надо все выкинуть, что у вас сейчас в голове, прийти ко мне на сеанс, и я вам дам свою систему. А уже потом вы будете в это вплетать то, что у вас, соответственно, заложено будет оттуда по вопросам. То есть, когда вы развиваетесь в текстовом, логическом восприятии, заучивании, запоминании какой-то информации, то у вас, по сути, идет блокировка потом возможности применения таковых знаний. Вы не можете их развернуть, у вас стоит кирпич этих знаний, кем-то заложенных, и все. Ну, согласитесь, это нереально, там такой фундамент взять и перелопатить. Прочитайте всю энциклопедию, допустим, каких-то наук, и у вас встанут мозги, то есть стакан молока будет полон, да. То есть, что нужно сделать? Нужно переварить. Вы все равно лишнее отбросите, оно у вас забудется, вы в сознании этого не будете помнить. Вот и все. То есть, здесь нужно воспринимать ту информацию сейчас и клиповые книжные, которые вам необходимы. Но если вы уж читаете, то дочитывайте с анализом. Я, допустим, делаю как, я три страницы там прочитала, и я анализирую именно эти три страницы, что я из них поняла. Даже если я книгу читала, я в ней нахожу все равно что-то новое. Я советую, да, читать сложные книги, типа вот возьмите книгу Тота, начните с нее, да даже Арканы Таро, в принципе, они по книге Тота сотканы, вы можете как бы читать их, там того же Гома почитайте, еще там Шмакова есть тоже разные Синархи и прочее. То есть, почитайте сложные такие тексты, и когда вы будете из трех предложений делать, сидеть вывод весь день, вы поймете, о чем я говорю, вы поймете, что это именно тот, чем сложнее текст, тем больше у вас развивается извилинный, грубо говоря, вы больше начинаете формировать свое понимание этого текста. Кстати, Макоавелли, почитайте «Государь». Очень грамотная книга, это тем, кто идет во власть, кто занимается политикой, это вообще очень полезная книга, советую читать. Ну, Маргарит. Вот у нас последний вопрос на сегодня спрашивает Светлана. Если во сне ощущаешь себя летающей, к чему это может сниться? Ну, это выход, может быть, в осознанном сведении или бессознательном, это выход через голубую чакру, творческий такой процесс, это хороший сон очень, то есть у вас, как бы, значит, будет какое-то продвижение, может быть, с творческим порывом в вашей деятельности какой-то, ну, как, чем вы там занимаетесь. То есть это сон перспективный очень. Дорогие друзья, на сегодня мы заканчиваем нашу передачу. Присылайте нам вопросы, будем рады на них ответить. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы вам приходили вовремя анонсы на наши передачи. Благодарим за внимание, всего доброго. Всем пока. До свидания.